Рыба с собственным посолом Также я еще добавил небольшое количество розмарина Он придаст дополнительной пикантности Также нам потребуется 50 грамм недорогого коньяка Итак, соль и сахар между собой мы перемешиваем Ну что ж, приступим к засолке Итак, цикл холодного копчения состоит из двух этапов Первый этап – это засолка Сегодня 26 июля И в первую очередь мы засолим рыбу Итак, половину смеси закладываем на дно с троемкости Распределяем равномерно И на этот пласт выкладываем рыбу И выкладываем второй слой Равномерно во всей тушке рыбы И наш коньяк Слегка втираем Солим рыбу кожей вниз Оставляем это дело на одну ночь И завтра мы уже будем проводить цикл холодного копчения Итак, рыба у нас просаливается в ночь В холодильнике при температуре 0,3 градуса И завтра, 27 июля Мы будем производить сеанс холодного копчения Итак, сегодня 27 июля Наша рыба солилась в ночь Она у нас готова Давайте посмотрим, что получилось Итак, вот наша рыбка За прошедшую ночь рыба просолилась Стала слабосоленая Стала плотнее по консистенции Вот это все мы сейчас сполоснем холодной водой Уберем и насухо будем просушивать сухими полотенцами Наша рыба готова Мы ее промыли под холодной водой Обсушиваем бумажным полотенцем Чтобы поверхность была максимально сухая Это делается для наилучшего впитывания дыма Итак, наша рыбка просоленная готова Вставляем ее Займемся много щепой Для этого нам потребуется вода И щепа Итак, замачиваем щепу в воде Чтобы в рабочей камере она у нас тлела, а не горела Итак, перекладываем предварительно замоченную щепу в кассету В печах из тома цикл копчения проводится без применения жидкого дыма Поэтому копчение получается наиболее здоровым и полезным Ароматизируем нашу щепу веточкой тимьяна И несколькими сухими ягодками уже вела Предварительно замоченная щепа загружена в кассету Далее устанавливаем ее в рабочую камеру на посадочное место Итак, а теперь убираем семку И для цикла холодного копчения есть еще один маленький-маленький секрет Это лед Гастроемкость 1.1, высота 65 Устанавливаем выше кассеты со щепой Так, благодаря льду дым, поднимающийся, будет охлаждаться И лед у нас полежит в холодном дыме Температура которого не превышает 40 градусов Обратите внимание, заслонки должны быть закрыты Теперь мы включаем печь Зажимаем в течение двух секунд кнопку копчения Громируем 1 час Нажимаем кнопку пуск Цикл холодного копчения запущен И в течение часа дым будет генерироваться в рабочей камере В течение еще одного последующего часа мы оставим рыбу для созревания в камере И дым в это время осядет Цикл холодного копчения закончен Итак, посмотрим, что получилось Дым уже рассеялся Взвлекаем рыбку И контейнер с прогоревшей щепой По истечению цикла холодного копчения щепа у нас полностью прогорела Итак, наша рыбка готова Для набора максимального аромата мы оставляем ее на ночь в холодильнике в пергамент Сегодня уже 28 июня И наша рыба готова Давайте посмотрим, что получилось Приготовление холодного копчения самостоятельно Очень выгодно и просто Давайте сравним Вот этот кусочек семки прокопченый Я купил в магазине Жаль, камера не передает ароматов Итак, вот передо мной две рыбы Итак, сравняя консистенцию Мы ясно видим, что эта рыба является более нежной Жир у нее остался весь в ней То есть она будет по вкусу намного нежнее Что же мы видим здесь? Внутри у нас обыкновенная слабосоленая рыба Собственно говоря, мы ее солили и сами И сверху точно так же у нас лег слой дыма Но в нашем случае здесь он у нас доходит до полусантиметра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова